Без башни Здравствуйте! Сегодня наша история о людях, которые жить не могут без приключений и воды. О них, о туристах-водниках. Пора, собирайся скорее, мы что-то бездарно стареем. Пора разобраться по реям и рвать якоря. Уходим сегодня, ребята, туда, где шумят перекаты, покатим, уже за окном полыхает заря. Уходим сегодня, ребята, туда, где шумят перекаты, покатим, уже полыхает заря. Очень часто эта история начинается со студенческой скамьи. В этом возрасте хочется романтики, высоких отношений и верных друзей. Рев порога и трехдневная щетина дополняют образ, создают идеальную картину. В человеке все должно быть прекрасно. Сообщество туристов, независимо от того, это водный туризм, лыжный, горный, и сообщество туристов – это своя какая-то совершенно увлеченная каста людей. И попавши сюда раз, попавши в это окружение один раз, увидев те красоты, которые мы можем видеть в походах, невозможно не остаться. Потому что здесь в жизни этого не увидите. Нет такого никогда. Здесь люди, цивилизации, дороги, магазины, а там дикая природа, и ты наедине с ней. И ты, и твои товарищи. В туризме собраны самые верные, самые добрые друзья. Потому что нам приходится надеяться только друг на друга. Это тайга, это природа, это маршрут, где порой на 100, на 200 километров нет никаких средств передвижения. И мы, уходя на такой маршрут, можем надеяться только друг на друга. Вот, наверное, вот это братство, родство, ценность, ценность вот этих отношений в туризме, она и сильно привлекает, и она затягивает, потому что это своя особая жизнь. Рафтинг. Наверное, самый популярный вид экстремального времяпровождения в нашей стране. Образ мужественного покорителя порогов, с прожженной на спине штормовки дырой, с веслом в одной руке, с гитарой в другой, на плоту. Предел мечтаний тысяч людей. А если говорить серьезно, это не только походы. Это вид спорта, включающий в себя соревнования по технике прохождения порога, обозначенного вешками на участке реки, техниково-водного туризма, грибной слалом на искусственной трассе, соревнования по безопасности, спас-работы, варианты длинных и коротких гонок на реке. Соревнования сегодня – практическая школа. От начальной до получения высшего образования. Весенние соревнования, открытие водного сезона, в этом году показали то, что увеличилось количество спортсменов. Появились новые катамараны, это суда, на которых сплавляются. Хорошо то, что подросли новые лидеры. Долгое время это же держалось только на старичках. Сейчас вот эти соревнования проводят ребята, которые раньше были только участниками. Приморские туристы-водники всегда были одни из сильнейших в Союзе. Сейчас приехали просто в гости Морчак, Оселедец, это бывшая команда дальзавода. Монолит держит Гена Таран, наш сильнейший турист-водник в Приморском крае. Дают результаты 20-летнее существование турклуба «Сплав». На сегодняшний день сильнейшее достижение туристов-водников Приморского края – это «Сплавовцы». Характер этого вида спорта определил и формулу проведения чемпионатов. Команда спортсменов сама выбирает маршрут, сроки его прохождения, состав экипажей, проходит реку, пишет отчет. Так были пройдены все реки нашей страны, составлены лоции и описание всех препятствий. Сегодня непройденных рек нет. Тупик? Есть непроходимые реки, водопады и пороги. Есть другие страны. В этом году команда под руководством Саши Грекина стала серебряными призерами чемпионата России. Команда под руководством Павла Леонтьюка в более высокой категории походов заняла 10-е место из 20-ти. Сергей Серый занял 12-е место в этой же, как говорят, весовой категории, пятой категории сложности. И планы не менее решительные. Когда-то переворот во время прохождения порога считался чрезвычайным происшествием. Шел в незачет. Сегодня надо уметь грамотно проходить препятствия, а в случае переворота быстро и четко ликвидировать ситуацию с минимальными последствиями. Так родились соревнования по спасработам. Единственный реальный полигон сегодня – наша кема. Любимое место любого приморского водника. Наша гордость. Наш мажой. Нам Москва, Центральный Совет, доверил проводить зональные соревнования по технике водного туризма. Это на Кеме. Соревнования совершенно уникальные по правилам, по методике проведения. Нигде, пожалуй, невозможно в России, да и в Союзе в бывшем, увидеть соревнования по спасработам, когда катамаран вместе с экипажем сбрасывается со скалы. Очень зрелищное, но, надо сказать, все это делается безопасно. Только опытные люди на это способны и допускаются. Шоковое состояние, когда человек в воду попадает, он пугается, ему становится страшно на доли секунды. В это время, отрывая этот катамаран, он может попасть в неприятную ситуацию. Его могут по камням побиться, может, нужно обязательно остаться на катамаране. Потому что катамаран – это как спасательный круг. Если на катамаране остался, то даже самые страшные пороги становятся как бы не страшны, потому что ты внутри катамарана. Гонка вооружений постоянно рождает новые конструкции лодок, катамаранов, системы обеспечения безопасности и защитной экипировки. Это определяет стиль и методы работы на маршрутах. Ведь самые ценные реки текут в высокогорных районах Памира, Алтая, Непала, Тибета. Текущая с ледников вода имеет почти нулевую температуру. Все это не добавляет комфорта спортсменам. Желание победы над собой и в чемпионатах заставляет спортсменов пройти непроходимые ранее пороги и водопады. Прыжки с водопада в 30-ти метровой высоты, прохождение каньонов, где пороги видны только с наплыва. Вот такие требования сегодня. Вся подгонка снаряжения начинается еще на берегу. Есть катамаран, есть снаряжение, есть спа-жилет, есть шлем. Мы садимся в катамаран и начинаем подгонку. То есть подогнал одну, вторую. Вот. Проверил посадку на катамаране. Как ты садишься, как ты это контролируешь. Один из приемов таких при переворотах есть. Я должен вот уйти вот, хоп, пронырнуть, хоп, вот туда. Если что-то случается, да, попадает веревка там какая-то. Стропоезд должен всегда быть под рукой. Если веревка альпиниста спасает, то нас, водников, веревка в воде, это опасная вещь. Веревка неконтролируемая в воде, которая не контролируется, она губит. Это однозначно. Это уже все правила написаны кровью. 33 сезон у меня, очень много я могу рассказать об этом. Мировое речное хозяйство разбито на 6 категорий сложности. С первой по третью категорию входят несложные горно-таежные реки, очарование пейзажей которых сочетается с учебно-тренировочным потенциалом для начинающих спортсменов, семейного отдыха и коммерческого сплава. Четверки-пятерки – это спорт. Школа спортивного мастерства, воспитание и открытие в человеке новых качеств. Шестая – самая сложная. Их не так много, и каждая из них вызывает у водника сложные эмоции, воспоминания о пройденном или непредалимую жажду пройти этот маршрут с самыми лучшими в мире друзьями. Несмотря на такой простой подход, любая река абсолютно неповторима и уникальна. Шестеркой может быть помирский монстр с водой кирпичного цвета и расходом в тысячу кубометров в секунду, или критинговый каньон где-нибудь в Норвегии, состоящий из одних водопадов, шириной реки 3-4 метра. А может быть затерянный мир Плата Путорана. Туристы-водники получают возможность совершать походы в поисках приключений в любом горном районе, хранить воспоминания о персиковых садах над каньонами Тиньшаня, сосновых барах Алтая с зарослями облепихи или удивленными мордами камчатских медведей на фоне вулканов. У каждого есть своя, любимая, самая-самая. В этом году Таня с группой молодых ребят, но уже опытных, сильных, отправляются на соревнования на речку Чуя, на соревнования Можой-ралли. На Можойском каскаде очень сложная трасса, поскольку там очень мощная вода при большом падении и может всякое случиться. В таких соревнованиях поучаствовать, это значит просто на ступеньку подняться по уровню. Конечно, есть спортсмены более опытные, есть спортсмены с лучшим опытом. Я не говорю, что мы самые крутые, самые лучшие спортсмены из туистов-водников. Если есть желание, когда человек хочет, он очень многого может дадиться. С этой командой мальчишек мы уже прошли четвертую, пятую категорию сложности. Я говорю, что мы прошли уже элементы шестерочные. То есть вот в прошлом году у нас была речка с китой, в которой мы прошли Моткины щеки. Это каньон считается шестой категорией сложности. Шестерка – это шестерка, это наша классификация, российская. А международная классификация у нее, она более высокая. Есть такая речка, как Брахмапутра, Арун – это Ямалаи. Это самые сильные, самые мощные реки на нашей земле. Я там не была, но очень хочется. Мы клуб назвали Арун, можем сказать, в честь второй реки на нашей земле. По мощности, по силе. Это как Эверест для горников, для альпинистов. Если говорить о нашей команде, я считаю, уникальная команда, которая сложилась не так вот мгновенно, сразу. Это были люди, которые совершенно различные люди. Мы как начали вместе вариться в водную кашу, связались, испытали себя во многих ситуациях. На воде, на реках, на велосипеде, то есть везде. Поэтому это люди, на которых я полностью надеюсь и полностью полагаюсь, как на самого себя. Первая правая рука – это Вова Сидоренко. Он у нас такой серьезный, надежный. Ну просто до безумия порядочный, хороший человек. Оно бывает, да, перед походом. Такие радужные картины, там, скоро в поход. Как встали на тропу, за плечами 40-45, идешь и думаешь, на работе так не работаешь за деньги, как в этот поход, корячишься. Потом приходишь на реку, садишься на воду и пошел. Там куча эмоций, потом это все, все трудности потом забываются. Дениска. Когда экстремальная ситуация, я знаю, что на него положиться можно. Саша Гладкий. Он из нас, наверное, такая, была самая загадочная такая серая лошадь. Когда я ее в команду пригласила, не знала, что от него ждать. Он ходил очень такой шмурной. Он никогда свое мнение ни о чем, как бы так вот резко не высказывал. И никогда не говорил лишних слов. В результате оказалось, что очень даже хороший человек. Вот, Вова Суриков у нас, новая такая у нас звезда. Мы тут пытались его отправить на одни соревнования, на другие соревнования. Мальчишка молодой, немножко иногда начинает срываться. Начинает говорить, что он может больше, чем он реально может. Мы пообещали, что будем бороться с его звездной болезнью. Вообще-то ребята такие заводные. Что интересно, что мальчишки-то молодые все. То есть они иногда вот такие вещи вытворяют. Просто сидишь на них, с края смотришь, думаешь, ну просто вот как дети малые, как эти, веселятся на берегу, веселятся, они начинают переворачиваться там. Что мне в них и нравится. У них столько вот эмоций. Как семья-то, вот столько эмоций, столько вот этой энергии, когда ее некуда просто деть. Как это привычно, но всегда немного волнительно. Сборы, медкомиссия, аэропорт, багаж, проводы. Наша команда вылетает на соревнования на Алтай, на горный Алтай. Я провожаю Сидоренко Владимира на соревнования на Можой. Мы познакомились в походе на сплаве на реке Снежная. Мне, конечно, грустно, что он уезжает, потому что я надеюсь, что мы вместе поедем на Кему, а получается, что мы едем на разные соревнования. Думаю, что главное, это не результат, а главное участие. Я рада за них просто за то, что они хотя бы туда попадут, и что о право Владивосток узнают. Настрой у команды очень боевой. Я очень рад, что едем на такие соревнования с такой сильной командой. Мы прошли Можой. Так спокойно и с достоинством может сказать далеко не каждый водник. Наши приморские ребята прошли его дважды. Об этом в следующей программе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok